ты русский или украинский я не и я советский ну я родился в советском союзе для меня не было разграничение украина я раньше защищал и белоруссию и украину и россию и казахстан и узбекистан и армению то вот и кто я по твоему нет у тебя таких понятий я понимаю но плохо почему резидент я гражданин сша гражданин прям полностью паспорт прикинь даже есть разрешение на оружие и ну и что и я говорю и что это для тебя означает ну ладно хорошо не не напрягайся лучше расскажи мне что у вас там происходит а то у нас тут по американским новостям говорят что у вас там прямо ужас 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 и что-то вы там с россией не поделили а в чем надо верить на самом деле я конечно больше вас понимал по-русски а так я догадываюсь сейчас попытаюсь объяснить по-русски вот не она подойдет подождите эмоции это эмоции люди говорят знаете у нас зачастую люди пытаются всегда сравнивать вот меня часто спрашивают так чё где лучше жить в россии допустим или в белоруссии или в украине или в америке но это нельзя сравнивать это разные овощи понимаете ну вот вы приходите и видите как говорится помидор огурец моему морковку и перец но это разная хотя овну все овощи а вот поэтому смотря кому чё да вот кому-то допустим противопоказано острая он уже перец есть не будет а кому-то вот хочется перчика в жизни поэтому ему лучше перец поэтому тут как бы давайте вот этот личные вещи опустим но нас всех касается то что я так понимаю если вдруг на украине что там такое произойдет то все будут втянуты да даже наверное гондурас так вот объясните мне чего происходит то чем страна которая была раньше вся объединена как говорится даже семьями и вдруг вот такая фигня вот россия россия переживая что украина уйдет в нато и в нато будет больше возможностей чтобы даже захватить россию подожди мое мое образное зрение почему очень россия россия очень плохо относится к тому что украина ступит в нато хорошо я как американец даже могу их понять но если правильно если она и наверное и должна до так думать или нет по идее да тогда чего не так что не так и так мы якобы из 2014 года якобы хорошо сказали так так все времен именно поменялось вот это россия потеряла контроль над украиной так а кто взял контроль на вы же понимаете не может быть такого что если кто-то контроль потерял если ты кошелек потерял то его обязательно кто-то найдет правильно то соответственно если украина весь россия потеряла контроль над украиной то кто теперь контроль взял над украиной а потом дал контроль над украиной порошенко но который подожди порошенко 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 это участник кошелька вот вы кошелек потеряли в нем лежит допустим там порошенко тимошенко ну грубо говоря есть там какие-то деньги до мелочь всякая записочки всякие это все равно в то что в кошельке она ходит его обычно какой-нибудь другой человек вот россия вы сами сказали потеряла контроль то есть она потеряла контроль над этим над украиной а кто теперь нашел этот кошелек то на же кто теперь взял контроль над украиной если так мыслить глобально вот давайте так не правда вы ж только что мне сказали и я с вами даже абсолютно согласен вот и не только я моя украины слушайте дальше мою позицию как я думаю то есть потерял контроль над именно самым главным украины пришел другой пришел другой кто пришел то другой порошенко не так там какие-то конфликты наладить чтобы но старался я так думаю это чисто мое мнение они могут подождите мне извините просто давайте ну постараемся понять другого друга вы же правильно начали рассуждать у нас когда-то было вот советский союз потом якобы там все разделились там раз распался якобы советских хотя хотя его развалили понятно суть не в этом вот была какая-то вы же мы же еще вспомните 2 на 1912 годы у этой это 1912 2012 парад победы день победы все 13 а потом 14 все хираки наоборот то есть так или иначе был какой-то так скажем определенное влияние россии на украину но было ну чего это вы же сами же сказали вот россия потеряла влияние надо как это произошло у меня тоже есть конечно интересная мысль я думаю вам понравится но это чуть попозже так если россия потеряла влияние над украиной и это было нарушено то теперь это влияние куда перешло и тут порошенко лукашенко тимошенко ни при чем они внутри вот это украина я понимаю так а куда куда сторону сторону типа нато сша типа туда прикиньте вот видите мы к этому потихонечку пришли россии как вы думаете должно это нравится ну вот ну так чё не так так мы же разные мы отдельное государство и каждый можешь воспринимать решение куда ему идти одному нато другому другому в россию да ладно живете вы такой вот семьей у вас может быть там или жинка есть и хлобысь блин нафиг ваша жинка к соседу начала ходить вам это понравится прикиньте пока она с вами живет это вообще как говорится да недопустимо а мы живем на одном континенте мы живем рядом с другом глобальной всего этого глобального россияне начнут переживать что украина лучше живет чем россия а вот смотрите вы опять сказать вы начали правильно мыслить а скатываетесь опять в бытовуху а помните мы говорили с вами почему почему вот так почему надо почему россия очень сильно переживает мы пойдем на то или там больше полна то и америка знат это еще почему дайте мне ответить вы же спрашивали у меня вот вы вы же правильно начали рассуждать изначально и опять меня спрашиваете этот вопрос вы же сами говорили что вы прекрасно понимаете что они будут переживать если в украина уйдет в нато какие говорил все что у вас творится там вот грубой стакан да он порошенко там него и лукашенко это все здесь вот если это было так скажем но более менее вот это был союз с россией то ну классно мне нравится а если этот стакан перешел вот там куда-то туда в нато ну грубо выражаясь естественно мне это не нравится будет но самое главное другое если россия бы сейчас поставила ракеты на кубу как вы думаете или было имела бы такую возможность и хотела бы это сделать как вы думаете американцы бы радовались хлопали бы в ладоши нет вы уже помните из истории был такой карибский кризис правильно правильно здесь есть страна если бы если бы украина вела действительно такую независимую политику как все кричат у вас особенно в украина на завысимость там как это незалежность если бы это то действительно так и было и грубо божество украина бы оставалась торговала бы с этими стены и так дальше и так дальше но оставалась независимой с точки зрения военного паритета были все было бы прекрасно поверьте мне скорее всего даже ты крым был бы также в украине и не было бы всей этой чухни и тому подобное но суть то другой стороны понимаете это вас взять и приблизить к себе якобы в наш союз как только вы становитесь членом моей понимаете семьи то тогда я имею право на вашу квартиру и я уже ставлю вашей квартиры как говорится свой пылесос понимаете тогда соответственно если украину притащат в надо твою но то скажет это наша нато и мы ставим ракеты прямо блин нафиг почти под москвой вот вам блин нафиг и капец разве это должно нравиться корица другой стороне нет должны не защищаться до америка бы защищалась да не успели в свое время он хрущев притащить ракеты на кубу они еще их не поставили только притащили и чё чуть война не началась вот а как же суверенитет а причем тут суверенитет тогда когда если бы вы были суверенитете возвращаемся опять с нашему рассуждению помните я вам говорил про помидоры там про всякую ерунду и потом пытался вас подвести к мысли что если россия потеряла влияние то это влияние вы сами же мне и ответили потихонечку ответили что теперь влияние перешло в сторону нато так у вас нету никакого суверенитета у вас по-прежнему влияние только уже другое но может задумается хотя я думаю не может задуматься ну не знаю посмотрим ну даже если он не задумывается очень бы неплохо если бы задумывался тот кто смотрел этот ролик и еще по-прежнему находится так скажем на стороне сомневающихся особенно с точки зрения суверенитета и особенно те кто думает что есть такая такое понятие независимость европейских особенно стран ха-ха-ха но всем остальным совет советую подписаться кстати кому в общем-то вкатывает данная тема у меня много роликов на канале посмотрите старые ролики там я иногда так скажем еще по неопытности говорю немного больше чем надо вот это сейчас я себя сдерживаю поэтому кому интересно гляньте тоже мои старые ролики подписывайтесь буду рад денег не прошу донаты не прошу но ваша подписка и как говорится ваши комментарии мне очень как говорится помогает ну грубо жесть меня стимулирует а если вы меня не будете стимулировать то я обижусь и уйду в монастырь всем пока чувство юмора